Вот это мусор, дома ремонт делаю, все собрал, там весь хлам. Вы должны эти отходы вывозить на полигон, потому что это таительные отходы. Я не с вами разговариваю, извините. Несколько кубов мусора этот житель Барнаула называет своим домашним хламом. Всего лишь ташины, провода, крупные стекла, а еще килограммы овощной кожуры, бутылок и упаковок. Создается впечатление, что из дома не выносили мусор несколько месяцев. Хватит заполнить целый бункер. Поэтому остановили мужчину не случайно. У контролирующих органов есть подозрение, что это нелегальный перевозчик мусора. То, что цемент, мешки, извините, я приехал с другого места. Я их вон выложил, все. Металл этот, вон сейчас сдаю металл. Такие люди вместо того, чтобы увезти мусор на полигон, просто скидывают его в контейнеры жителей домов. Они приезжают с магазинов, с базаров, коробки всякую, шваль. Ну, и ломают окна, тоже привозят, все сваливают. Мусор весь разлетается по всей Богороди, в ограду. Нелегальных перевозчиков нанимают юридические лица, которые до сих пор не заключили договор на вывоз отходов с региональным оператором. Часто эти же юридические лица самостоятельно подкидывают свой мусор в контейнеры. По имеющейся у нас информации, в городе Барнауле ведут свою деятельность порядка 40 тысяч юридических лиц. А на текущий момент заключено всего около 5 тысяч договоров с юридическими лицами. Это значит, что каждый день в Барнауле владельцы тысяч киосков и магазинов сваливают мусор в контейнеры жилых домов. Страдают от этого в первую очередь горожане. Ведь именно им приходится оплачивать вывоз отходов и за себя, и за недобросовестных юридических лиц. А главное, что перенакопление отходов может привести к увеличению тарифа. То есть захламляют контейнеры нелегальные мусороперевозчики, а переплачивают жители. Те, кто привык, что за них платят другие, вывозят мусор не только в контейнеры, но и в лес, а также вдоль берега Аби. Это свалка за новым мостом. Здесь старая плитка, доски, мешки. Черные перевозчики мусора готовы вывезти все, что угодно. От твердых коммунальных отходов, их, кстати, может транспортировать только рекоператор, до строительного мусора. Лишь бы платили. Звоним по первым попавшимся объявлениям. По легенде, нам нужно избавиться от строительного мусора. На месте разберемся, а грузчики по 500 рублей примерно, это 2500 минимум. Полторы тысячи будет машина и 500 рублей услуги перевозчиков. А вывозите вы на полигон или куда? На полигон. А на деле под полигоном такие перевозчики по объявлению понимают любую несанкционированную свалку, которую они же сами и создают. Специалисты советуют горожанам при заказе услуги по вывозу отходов, не относящихся к твердым коммунальным, требовать документ, подтверждающий оплату утилизации на полигоне. Иначе ваш мусор может оказаться в лесу или на берегу Аби. Кстати, теперь за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, транспортировании и утилизации отходов будут серьезно штрафовать. На этого перевозчика составлен протокол об административном правонарушении, и материалы дела направлены для принятия решения в Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. У нас с вами в июне 2019 года вступили поправки в административный кодекс, которые предусматривают серьезные штрафы для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые складывают отходы не по назначению. Вплоть у юридического лица, вплоть до приостановки его деятельности на 90 дней. Ловить нарушителей и привлекать их к административной ответственности теперь будут на регулярных рейдах рекоператора с контролирующими ведомствами. Барнаулицы тоже могут подключиться к такой акции. Достаточно снять на камеру, как нечистые перевозчики или юридические лица выгружают мусор в контейнеры. Видеозаписи можно отправить на почту в инстаграм эко-комплекса. Так что теперь случайно растерять мусор по дороге на полигон обойдется дорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова